Помните, где все древние народы создавали святилища? Да, в рощах, в горных долинах, у источников. Так было везде, в Древнем Египте, Персии, Греции, Скандинавии. Так было и в Сибири. Священными считали леса, камни, реки, ручьи, а самые необычные уголки объявляли святилищами. Таким святилищем в конце каменного века стали скалы на правом берегу Томи. Оно было единственным на огромных просторах Сибири. И было слово «тунь» от слова «тюмный». Оно звучало над рекой огромной, поднявшей долг на синие крыла. И новые, встречая поколения, скала просила преклонить к олени. Сова вещает, и бегут олени, и мчится за оленями стрела. Праздники проходили довольно длительное время, может, неделю, может быть, больше. Здесь собирались представители родов. Они устраивали мистерии. То есть это были представления в честь духа скалы, в честь духа леса, в честь духа животного предка и так далее. Во время этих праздников они наряжались, они танцевали, они действовали. То есть это фактически были подмостки первобытного театра. Уже четвертое столетие томская писаница является объектом исследования археологов, историков, искусствоведов. Она содержит около 300 наскальных изображений, относящихся к неолиту и ранней бронзе. Их тщательно копируют, закрепляют, предохраняют разрушения ученые, аспиранты, студенты. А специалисты всего мира открывают их тайны. Но многое до сих пор остается неразгаданным. Почему в рисунках, сделанных первобытными художниками в разных уголках планеты, так много общего? Нет перспективы переднего и заднего планов. Фигуры изображены в профиль. Почему нарушены пропорции? Вряд ли люди, жившие 6 тысяч лет назад в Сибири, Европе, Африке, знали друг друга. Тогда откуда эта единая манера рисунка? Древние им тяжело было движение передать в животных. И они постоянно искали, как то ноги передвигали, а здесь очень редко шея озирается на всех. Жизнь людей до возникновения животноводства и земледелия полностью зависела от охоты. От того, как много будет в лесу зверей и прежде всего лосей. Нет ничего удивительного в том, что Томская писаница изначально была посвящена таежным гигантам. Они бегут, как мощная река, из тьмы веков, в стремлении выбраться оттуда. И твердая художника-рука нам дарит ощущение чуда. Огромная лосиха. Вот ее голова, вот ее горбатая спина, брюхо, задние ноги, передние ноги этой лосихи. Она стоит и рождает лосенка. Вот она выходит новой жизни из ее чрева. Лосиха, запрокинув голову, ревет от боли. В спине копье. Мгновение, и она рухнет на землю. Копье безжалостно летело и точно цель свою нашло. Пронзив стремительное тело, дыханием смерти обожгло. Еще один уникальный рисунок — олень солнца с огромной сияющей головой. За день пролетает небосвод, чтобы на закате уйти под воду. Ночью пробегает по дну, чтобы утром снова появиться на востоке. Вершин, касаясь статью ног, овеянный космическим эфиром, в короне царственный могучий козерог парит над временем и миром. Томская писаница, она еще обладает очень интересной историей исследования. Начиная с первых сведений землепроходца, который появился здесь у нас на берегах Томи на рубеже XVI-XVII веков, который написал сибирский приказ, что не дошед острогу, а в 604 году Томский острог был выстроен только что. Есть камень велик и высок, и с котами и болванами всякими исписан. Вот это были первые сведения о томской писанице. Первобытные люди, создавая святилище, ощущали себя и природу единым целым. Реку, солнце, лес, скалы. И сегодня нас тоже почему-то тянет сюда. Тянет, чтобы взглянуть на диковинные рисунки, чтобы прикоснуться к древним камням, ощутить тепло летнего дня, так же, как его ощущали наши предки 6 тысяч лет назад. Уважаемые телезрители, на этом наша программа заканчивается, и мы благодарим вас за внимание. Желаем всего самого доброго, а главное, отличного настроения и оптимизма. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова